Две компании, которые обслуживают все городские маршруты, это ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Автокомбинат». На сегодняшний день, как вы все знаете, идет повышение энергоносителей, запасных частей. И, соответственно, было такое принято решение, чтобы как-то любое предприятие создалось для того, чтобы получать какую-то экономическую выгоду. И в убыток себе мы не можем работать. Это все экономически обосновано, были анализы, были подсчеты. И на основании этого и было принято такое решение. Идет у нас, как видите, идет обновление пассажирского транспорта. Ужесточаются требования к перевозчикам, которые работают на рынке пассажирских услуг. Соответственно, это все требует больших материальных затрат. Мы, в принципе, работаем по нерегулированным тарифам, по 220 ФЗ. И согласуют мы его, в принципе, не должны. С кем? Ни с кем. То есть перевозчик принимает сам. Вы что можете завтра сделать с 50 рублей? Мы, дело в том, что можно сделать и 100 рублей. Будут ли ездить люди? Будут ли передвигаться? То есть ограничений у вас нет никаких? Да, согласно 220 ФЗ ограничений нет. То есть перевозчик, который работает по нерегулированным тарифам, то есть сам вправе регулировать этот тариф, чтобы было экономически обосновано и, соответственно, предприятие могло жить. Ведь если предприятие будет работать в убыток себе, то мы не сможем обновлять паспорт, транспорт, вводить различные технические новшества, которые от нас требуют законодательства. На сегодняшний день, наверное, все-таки, я точно утверждать не берусь, но стоимость проездного билета по Пензенской области у нас самая низкая. На тарифы мы влияли... Потому что раньше, что за управление... Было проведено два конкурса. Один конкурс был проведен в ноябре 2019 года. Итоги его подведены 14 ноября 2019 года. Было подано на этот конкурс две заявки, после рассмотрения которых был определен победитель. Это была Кузнецкая транспортная компания. И второй конкурс, итоги которого были подведены 14 января, 2020 года, также было подано две заявки, после рассмотрения которых был определен победитель. Это ООО «Автокомбинат». Наша транспортная компания работает более 10 лет в сфере услуг пассажирских перевозок. Значит, транспортных средств у нас более чем достаточно, чтобы оказать качественную услугу пассажирам города Кузнецка. Значит, водительский состав у нас укомплектован полностью. Водители все соответствуют требованиям законодательства, которые предъявляются к водительскому составу, которые должны работать на пассажирских автобусах. Но единственное, конечно, у нас есть еще пожелание, чтобы увеличить кадровый резерв этого водительского состава. К сожалению, может быть и правильно, что на пассажирский автобус не каждого водителя посадишь. Вот есть водительское удостоверение, отучился ты, водитель должен быть в соответствующей категории, то есть в категории ДЭН, которая выдается не сразу. И вот у нас есть немножко опять кадровый ВОЛТ, но опять в резерве. То есть мы укомплектованы полностью водительским составом. В самой организации работают специалисты, которые не первый год работают в сфере пассажирских перевозок, имеют большой достаточный опыт в сфере межрегиональных маршрутов, межмуниципальных маршрутов. То есть люди, знающие свое дело. Любой водитель, мы при приеме на работу, он у нас проходит стажировку. Я понял, о чем вопрос, и, конечно, мы будем в дальнейшем принимать решения, может быть, и по поводу форменной одежды. У нас ежедневно в понедельник и в конце рабочей недели, даже с выездом на линию, на конечной остановке, это пригородная, совбольница и торговый комплекс «Солнечный» выезжает специально специалист по безопасности дорожного движения. У нас есть специалист обученный, который зарегистрирован даже в реестре. Сейчас уже без этого нельзя в реестре в российском. Выезжаем, беседуем, соответственно, о культуре поведения с водителями. Ну, я думаю, наведем мы в этом направлении порядок. Будет порядок. Есть, конечно, недочеты, но постараемся навести. При приеме на работу у всех, да даже мы, любой работник у нас при приеме на работу должен иметь паспорт здоровья. То есть паспорт здоровья у нас, где выдается в лечебном учреждении, проходит психолога. Потом водительский состав еще, помимо того, что паспорт здоровья, на каждого водителя решение психиатрической экспертизы. Именно решение к такой комиссии, что водитель имеет право работать на, осуществляет свою деятельность на пассажирском автобусе. Все водители у нас имеют данные справки. Помимо того, что вот сейчас там водительская, там медицинская справка, это она сейчас не нужна. Сейчас паспорт здоровья и решение психиатрической экспертизы, что водитель допущен. Есть такой 112-й приказ Минтранса, где конкретно указано, что должно находиться в салоне автобуса. И вот одно из критерий или одно из условий, требований, за которые нас проверяют, наказывают, это размещение в салоне автобуса информации с номерами контролирующих органов. Там есть номера транспортной инспекции, есть номера администрации, непосредственно вашего отдела, и есть номера нашей диспетчерской службы. То есть в режиме в любой момент могут звонить, и люди звонят, и по делу звонят, и по пустякам. 55-56 маршрут, вот сегодня здесь озвучили, он уже, наверное, лет 15 является проблемным маршрутом города Кузнецка. Но мы в данном направлении, у нас проводится работа, значит, на некоторых автобусах данных маршрутов сейчас установлены видеорегистраторы, проводится анализ, ведется уже анализ пассажиропотока. Значит, каждый день у нас на конечной пригородной дежурит машина, контроль на линии. Вечером, значит, лично я иногда, лично мой заместитель, каждый вечер мы выезжаем на конечную пригород, тоже наблюдаем, проверяем. Значит, такого большого пассажиропотока там нет, как кто-то, я думаю, хочет представить, что там вот люди стоят, на остановке нет. Но мы все равно изучим, и после только этого полного изучения мы примем какие-то конкретные решения. Ежедневно на линию у нас выходит там 8 машин, с интервалом в пиковое время 7-8 минут, в межпиковое до 15 минут, в вечернее время, до 25 минут. Тоже обратили внимание, что на пригородной стоит очень много транспорта, да? Водители работают у нас, водители-кассиры. То есть есть график, то есть машин там достаточно. Вы не думайте, что они приехали, и они там стоят. У них у каждого в машине таймер с часами. Вот положено ему через 8 минут уехать, он уехал. Положено ему через 7 минут, он уехал. И вот говорит о том, что даже очередь, то есть машины на линии работают 4, а эти стоят, ждут своей очереди. Отъехал от остановки, через 7 минут подъезжает другая машина. Если бы вот на конечных не было остановок, тогда можно было говорить, что транспорта не хватает. Движение общественного транспорта, вот это проблема не только города Кузнецка, это проблема всех городов. И мы все прекрасно об этом знаем. В вечернее время, у нас, к сожалению, нет тут метро и электрического транспорта. Не такой уж высокий пассажиропоток. Значит, мы сейчас что делаем? У нас организовано дежурство по 3 единицы. По 3 единицы на каждом маршруте. То есть после 18-18.30 вот, допустим, эти 8 машин начинают по одной сходить с линии. Соответственно, по графику, кто пораньше выехал, он пораньше сходит. И после вот этого час пика, вечернего машина начинает работать в дежурном режиме. Последняя машина должна у нас уходить с конечной, согласно вот реестра, где-то в 21.00 с конечной остановки. У нас примерно вот 55-й маршрут, он забирает последних пассажиров от Гулливера 20.30, по-моему, и едет на конечную и возвращается примерно у него 20 минут, 25 езды до пригородной. И оттуда он возвращается 20.55 или 21.00. Это конкретно по 55-му. Потому что больше жалоб по этому маршруту по 55-му. У администрации города Кузнецка создана комиссия, которая утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 22.00 января 2013 года номер 53. В ее полномочия как раз-таки входит контроль за осуществлением работы перевозчиков, тем, чтобы водители соблюдали интервал движения. Разбавить, как так выразится, или сделать транспорт один такой, такой, так не получится. Есть график, есть определенный на маршруте. То есть, если через 8 минут проедет большой автобус, то, соответственно, если сзади поедет маленький, надо увеличивать график. Опять мы создадим неудобность пассажирам. Поэтому было принято такое решение, не просто так. Взяли на один маршрут, поставили новый, такой он хороший. Это вот полномерно. Вы же видели, 66 маршрут, весь транспорт новый. 11 маршрут, весь транспорт новый. 9 маршрут, весь транспорт новый. 12 маршрут, весь транспорт новый. 55-56. Планировался, но мы изучаем пассажиропоток. Ведь можно пустить и самолет. Кого возить? Что касается улицы Минской, мы выезжали туда, там нет разворотной площадки, там улица Плеханова, это 8-я школа. Так понял. Значит, выезжали туда, смотрели, там нет, если туда запустить маршрут, если он будет экономически обоснован, целесообразно запустить туда его, этот маршрут, то там, значит, нет разворотной площадки должна быть для безопасности, чтобы автобус мог развернуться, там на сегодняшний день ее нет, и поэтому говорить о продлении маршрута туда пока я не вижу такой возможности. Еще вопрос был по 354-й дивизии, да? Значит, я как, если мне не изменяет память, вы выезжали туда, проводили... Не планируется. Не планируется туда продлевать маршрут, потому что был разговор с жителями данной улицы, они категорически против того, чтобы там двигались маршрутки, потому что боятся, что увеличится поток транспорта, там частный сектор, боятся за детей. В общем, люди сами против, чтобы туда продлевали маршрут. В целях безопасности дорожного движения там нельзя пускать общественный транспорт. Вопрос поднимался уже не первый раз, чтобы туда пустить пассажирский транспорт, даже в советские времена, наверное. А сейчас еще требования еще жестче ставят. Замерять дорогу, остановку, то есть на сегодняшний день это невозможно. Грязно, но в течение дня то сколько людей приезжает на автобусах. У нас даже есть случай, что на новые автобусы, я тоже хотел, когда вы этот вопрос затронули, что сиденье уже порезали, что на сиденье ставят сумки с хозяйственными поклажениями. Это тоже есть. Мы каждый день у нас в пятницу у нас и в понедельник выезжает на конечные. Опять организовываем эту службу, которая выезжает на конечные, проверяет санитарное состояние транспортно-техническое, у нас проверяют при выезде, потому что нельзя выпустить транспортные средства на линии, которые технически неисправны. А санитарные мы еще проверяем на конечных. И утром машина выходит чистая, после час пик пассажиры сами же бывает, что и бросают, и режут сиденья. Уже у нас на четырех автобусах на новых порезано сиденья. На двух автобусах надписи фломастер на сиденье. То есть мы работаем в этом направлении, но хотелось, чтобы и жители относились более-менее. В паспорте написано 18 сидячих, одно стоячее. Рассматривался вариант приобретения пазиков, чтобы пазики пускать по этим улицам 66-й в зимний период времени опять из безопасности дорожного движения. Улица не позволяет перепрест к Октябрьской победе. На сегодняшний день этот труд сказали минимальная зарплата, но не будут за этот день люди работать. Я не могу сказать это коммерческая тайна зарплата, но дело в том, что средний возраст остается желать лучшего. 53, наверное. Но все равно у нас нового автобуса привлекли новых водителей. У нас сейчас очень много молодых водителей работает на 11-м и на 9-м маршруте.